Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро из святого города Иерусалима! И мы продолжаем изучать Мишли, продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. Мы находимся в 21 главе и в конце, сегодня мы закончим 21 главу с Божьей помощью и перейдем уже с завтрашнего дня к 22 главе. И, значит, из-за того, что нас большинство слушают не в прямом эфире, а в записи, то мы будем на них ориентироваться и не будем ждать, пока все зайдут в прямой эфир, потому что в любом случае, когда человек заходит в прямой эфир и присоединяется именно в 10 утра, конечно, это лучше, быть в 10 утра, прямо выделить себе время для изучения Торы. Это идеальный вариант выделить постоянное время и сделать это время стержнем и основой своей жизни. Это главное. Вот люди ищут постоянство, все ищут постоянство, устойчивость, все ищут какой-то стержень, на который можно было бы закрепить свою жизнь, потому что все вокруг меняется, мир меняется, все меняется, непонятно вообще коронавирусы, карантины, потом еще что-то, да, кризисы, не кризисы. Нужно зацепить себя за что-то устойчивое, и этим что-то устойчивое может стать и должна стать Тора, вера во Всевышнего. И вот вышло сегодня, кстати, хорошее видео у меня на YouTube-канале. Я вчера вечером нашел Дензел Вашингтон, есть такой актер очень известный, и он говорит, вот мой главный принцип в жизни, поставьте Бога на первое место. И он дальше объясняет этот принцип, как он у него сработал в его жизни. И я могу сказать то же самое. Поставьте Бога на первое место. А сейчас мы уходим в первоисточники. 3000 лет назад царь Шломо в Иерусалиме, как раз он жил в Иерусалиме, как раз он построил первый Иерусалимский храм и дворец он себе построил рядом с храмом, такой большой дворец. И я как раз сижу примерно в этих же сейчас местах. Могу вам показать. Я как раз вот решил провести урок недалеко от старого города, потом пойду на Котель. Видите? Вот там старый город. Вон, видите? Это Явские ворота, а я как раз вот тут нашел такой скверик хороший. И после того, как сейчас проведу урок, пойду на Котель и включусь, сделаю вам включение, чтобы можно было помолиться, потому что есть особые места, в которых как портал на небо. А как раз то место, где стоял храм, это называется ворота в небо. Ворота в небо, я не знаю, или это действует через телефон, но как бы настрой, и если мысленно попасть в это место, я думаю, что оно действует. Я думаю, что действует тоже, если мысленно попасть в это место. Хорошо. 21 глава, 30 отрывок. 30 отрывок звучит так. Эйн хохма, вэйн твуна, вэйн ица, линэгэта шем. Значит, дословно, вначале давайте переведем этот отрывок. Говорит нам царь Соломон. Нет хохмы. Хохма – это божественная мудрость. Никакая божественная мудрость. Вэйн твуна. Твуна – это логика, сообразительность, умение делать выводы, причинно-следственные связи и так далее. Нет хохмы, нет божественной мудрости. Нет твуны, нет лодики. Вэйн ица, и никакой совет не работает, линэгэта шем, против Бога. Что он имел в виду? Значит, если мы вспомним, помните предыдущий отрывок, что жертвоприношение злодеев – это мерзость для Всевышнего, даже если очень правильно его принесли. И я приводил пример, когда Белям и Балак, они приносили жертвы Всевышнему для того, чтобы проклясть и врезать народ. У них ничего не получилось. Теперь, когда человек с помощью божественной мудрости, с помощью своей лодики, с помощью советов, он советуется самыми мудрыми людьми, но он делает действие, которое противоречит воле Всевышнего, ничего не сработает. Ничего не сработает, то есть есть воля Всевышнего, которую он выразил в заповедях, что надо делать и что делать нельзя. Эта воля Всевышнего, она глобально двигает весь этот мир. Весь этот мир построен на то, что называется имя Всевышнего – всесильный, элотим. То есть всесильный – это все законы, мироздание – это воля Всевышнего. То есть все, как устроено, вся таблица Менделеева – это воля Всевышнего. Все законы физики, химии, квантовой физики, астрономии и так далее – это все всесильные, воля Всевышнего. Теперь, и естественно, что любой нормальный человек понимает, что идти против закона природы нельзя. Есть закон всемирного тяготения, ты не можешь идти против закона всемирного тяготения. Это, ну, это бред. Теперь, в... Ну, опять же, если человек использует знание божественной мудрости, если он использует логику, если он советуется с мудрецами, но он хочет пойти против Бога, говорит царь Соломон, не работает, ничего против Бога не идет. Теперь, комментатор Ималбим, он говорил о том, что в личных делах, в личных делах, человек должен обязательно использовать и божественную мудрость, и логику, и советоваться, то есть он все это должен использовать, но это все работает в личных его каких-то делах. Теперь, но если говорить о том, если говорить о том, как какие-то общественные процессы большие, то ими всеми управляет Всевышний, это большие процессы, да, например, война. Многие спрашивают, а почему во время войны погибали невинные дети? Это общественный процесс, то есть это идет такая, знаете, как цунами, как ураган, как что-то, да, то есть запущен целый процесс, и когда идет целый большой процесс, то отдельные личности, они в этом процессе могут потеряться, конкретно могут потеряться. Теперь, вот этот отрывок 30-й, очень обсуждают в Талмуде, обсуждают в Талмуде, проход в таком контексте. Вот идет человек, он идет, религиозный человек, идет молиться в синагогу, в шаббат, например, да, то есть он идет выполнять прямо божественную, божественную волю. Теперь, и вдруг, прямо в середине пути, он встречает еще одного знакомого, тот ему говорит, а ты читал, что у тебя написано на костюме, что костюм это шатнес, шатнес это запрещенная, это смесь льна с шерстью, которую запрещено, запрещено носить по Торе, Бог запретил, это одна из тех заповедей, смысл которых непонятен, но, тем не менее, Бог нам специально дал такие заповеди, смысл которых непонятен, чтобы именно это вопрос веры, веришь, не веришь, все. Эти заповеди называются хутим, постановления, как приказы царя. Теперь, значит, что делать в такой ситуации? С одной стороны, раздеться посередине улицы, это, это, ну, не очень красиво, не очень, не очень, как сказать, ну, неудобно, прямо скажем. Теперь, но, но, если я знаю точно, что Бог это запретил делать, что мне делать в этой ситуации? В общем, Талмуд много там обсуждает, приводит разных законов, за, против и так далее, потому что здесь есть, здесь есть нюанс такой, что человек же создан по образу и подобию Бога, и если он, ему стыдно, это позор, то тогда, тогда это как бы тоже не очень хорошо. В общем, Талмуд говорит, пускай снимает костюм и не думает, и приводит именно этот отрывок. Эн хохма, вэн твуна, вэн и ца, линэ гэта шэн. То есть, когда я точно знаю, что Бог сказал, вот это делай, это заповедь, или нельзя ходить в шатнезе, дальше я уже не должен выдумывать за, против, может быть, а может не так, а может Бог другой имел в виду, и так далее. Это очень хорошо было видно в начале, в начале всего мироздания, когда был первый человек, Адам решен. Ему Бог сказал, от плода дерева, от плода дерева, мец до товара, не кушай. Значит, от дерева, познания добра и зла, не кушай. Потом Бог сделал ему человека, сделал ему помощник, помощник против него, жена. Они вдвоем, стали они вдвоем. Тут появился змей, вот этот вот, да, этот змей говорит жене, говорит, вот смотри, какое дерево, там, ну, целая длинная история, и она говорит человеку, Адам решену, первому человеку, она говорит, кушай. И он, и он покушал. Потом Бог спрашивает, как же ты кушал-то? Как ты кушал? Я же тебе сказал, что от дерева, познания добра и зла, не ешь. А первое человек говорит, так это что? Это же я от жены ел. Я же не от дерева ел. Это жена, которую ты мне дал, и она сорвала плод, и она мне дала. Я от дерева не ел. Я, при чем тут я? И это первый раз, когда было снятие с себя, вот, ответственности, поиск виноватых. Виноваты все, кроме кого, кроме меня. Это то, что было с самого начала, вот, природа человека. Представьте, да? Но нам царь Самон говорит, не умничайте, не умничайте. Ничего против Бога нельзя выдумать. То есть, Бог – это реальность, Бог – это истина, Бог – это тот, что читает сердца. Ну, что, как против Бога идти? И 31-й отрывок царь Соломон добавляет нам к вот этой вот идее, к мудрости, что против Бога ничего не поможет. Он сказал так, «Сус мухан льем милхама». Он говорит, «Конь приготовлен для дня войны». «Вэля ашем ад шаа». Значит, «Конь приготовлен для войны, но от Бога спасение». От Бога спасение. Значит, при этом говорит нам царь Соломон следующую вещь, что все-таки конята ты должен приготовить. То есть, ты можешь сказать, все в руках Всевышнего, и зачем я буду что-то делать, зачем я буду как-то прилагать усилия. То есть, все от Всевышнего и положиться на Бога. Это называется качество бетахон, уверенность во Всевышнем, что все будет хорошо, даст Бог день, даст Бог пищу. Мне главное выполнять волю Бога, а Бог обо всем позаботится. Говорит царь Соломон, что конь все равно должен быть приготовлен. Конь – это твоя ответственность, ты должен приготовить коня, он должен быть готов для войны. А от Бога, от Бога победа. То есть, понятно, да, как работает. Это очень важный спор между тем, между вот Иштадлут, мои личные усилия, и, значит, благословения Всевышнего. Я расскажу сейчас мою любимую историю на эту тему, в которой лично для меня она, эта история, она из Танаха, эта история, из письменной Торы, в которой для меня показывает соотношение между вот этим вот Иштадлутом, личными усилиями и благословением Всевышнего, бетахоном, полагаться на Всевышнего. Значит, был, был такой пророк Авадия, его звали, пророк Авадия, который спасал от царя злодея, не помню, Атахава, по-моему, он спасал пророков. И он все свое имущество отдал для того, чтобы кормить, он кормил спрятавшихся пророков в том поколении, царь этот, он убивал всех, кто служил Богу, и он их спасал своим имуществом. Потом он умер, и его вдова, его вдова, значит, она вся в долгах, у нее дети, а раньше задолги, раньше был мир намного более жестокий, чем мы живем сегодня. И раньше задолги забирали детей, продавали в рабство и так далее. И вот, значит, вот эта вдова пророка Авадия, у нее хотят забрать ее детей, сыновей в рабство, задолги, мужа, который спасал пророков. И она обратилась, по-моему, вот я не помню, или это был пророк Ильяу, или это был пророк Илиша, ученик Ильяу, который был после него в следующем поколении. Кто-то из них. И вот, значит, она к нему обратилась, говорит, что ж такое? Говорит, мой муж служил Богу всегда, я женщина праведная, а у нас вот такая вот бедность, что детей забирают в рабство. Тот говорит ей, пророк, говорит, что у тебя есть? Что у тебя есть в доме? Она говорит, у меня вообще, мы так бедно живем, у меня только вот чуть-чуть масла есть. Пророк Илья, значит, у меня есть немного масла. Он говорит, хорошо, иди, говорит, к соседям, возьми у соседей посуду, займи у соседей посуду, в которую можно наливать масло. Она пошла, значит, и заняла у всех соседей посуду, в которую можно наливать масло. То есть, сосуды она заняла у других людей, у соседей, и пришла домой. Сказал ей пророк Илья, закрой дверь, чтобы не сглазили. Это очень важно. Он не сказал ей, чтобы не сглазили. Это я вам говорю, что есть такое выражение, очень мудрое тоже в Торе, что благословение есть только вещи, спрятанные от глаз. Значит, он ей сказал, закрой дверь, чтобы то чудо, которое сейчас будет, никто его не испортил своим взглядом или неверием. И она начала наливать, лить из этого своего кувшинчика, в котором было немного масла, и лила она масло до тех пор, пока все сосуды не наполнились. Наполнились все сосуды, и масло перестало литься. В этой истории для меня лично вся суть между, вот то, что здесь говорил царь Самон 30-31 отрывок, что против воли Всевышнего ничего не поможет, но ты должен подготовить коня для войны, а от Бога спасение. То есть, что имеется в виду? Каждый человек должен готовить сосуды, то, что называется, готовить сосуды. Что такое готовить сосуды? Это думать, это работать, это создавать, это взять что-то, то масло, которое есть у каждого из нас, вот этот вот талант, у каждого из нас есть что-то. Та профессия, человек в этом мире так устроен, что он должен приносить пользу другим людям. Это, ну, как бы сущность вообще человека в этом мире, человек поэтому и создан не ангелом. То есть, мы живем в этом мире, мы должны преобразовывать этот мир, сеять, пахать, собирать урожай, готовить торты там и так далее. Теперь, дальше, человек должен найти вот это свое масло, то, что он может и должен дать людям, у каждого свой талант, и начать это масло разливать как можно больше в сосуды, да, то есть стараться увидеть, как он может максимально помочь людям. И тогда, если до этого, а теперь вернемся, что было до этого, до этого ее муж, покойный пророка Вадия, он с такой, он поддерживал пророка, все возвращается. И мы учили несколько раз, что дела от садика, они придет награда на его детей. То есть, когда человек делает праведные дела, то его вот этот вот депозит на небе, он распространяется не только на него, а на тысячу поколений награждают Бог те, кто выполняет его волю. Теперь, вот это вот все вместе складывается в одну картину. Выполняешь волю Всевышнего, реализовываешь свой талант, помогаешь людям и молишься, что Бог дал тебе браху. Ну, все. На этом сегодня мы заканчиваем сегодняшнее занятие. И с Божьей помощью, вот именно держимся, помним, 31 отрывок. Сус Мухан Льем Милхама. Конь подготовлен для дня войны. Вейля Ашем Атшуа, а для Бога спасение. Все. Удачи, всем успехов, благословения во всех хороших делах, чтобы то масло, тот талант, который есть у вас, помогало не только вам, а максимальному количеству людей вокруг вас. И вот мы стараемся, Яков Шатадин молодец, мы стараемся в ВАИКРО, чтобы было доступно максимальному количеству людей. У нас все больше и больше сейчас людей, которые подписываются на страницу, которые слушают уроки. И все больше равинов, преподавателей Торы, которые проводят уроки. Сейчас сайт ваикра.комст. Мы обновляем сайт. Будет очень удобный сайт. Заходите, пожалуйста, не только в Facebook, но и на сайт. Смотрите, как там все устроено. И помогайте распространять знания о боди. Все. Удачи, успехов. Всем пока. Хорошего дня.